приветствую вас на своем youtube канале love parfum с вами алексей вы смотрите парфюмерный блог сегодня у нас рубрика обзор из магазина друзья так как вышел новый мужской аромат от марки hermes h24 и сожалению нет его чтобы снять вам обзор но он есть в магазине поэтому прямо сейчас мы с вами посмотрим что же это за зверь что же это за аромат но вы конечно друзья не забывайте подписываться на мой youtube канал и конечно же жать колокол чтобы не пропускать новое видео погнали ну что ж друзья встречайте новинку от марки hermes мужской аромат который называется h24 давно мы с вами не видели на рынке парфюмерии мужские ароматы от дома hermes последний который громко зашел это конечно же всеми известная популярная земля датера от hermes с 2006 года по сути больше ничего мужского нет иногда хочется просто прийти до парфюмерный магазин и посмотреть вообще мужский аромат от hermes а их просто нету если взять какими другие бренды на дочь и габбана например посмотрите сколько мужских ароматов да там посмотрите сколько у армане мужских ароматов у всех а урмес нету вот наконец-таки 2021 год заполнится глобальным запуском аромата я бы сказал даже флагманского аромата от дома hermes вообще если честно еще есть один аромат в марки hermes и я даже снимал у него обзор это конечно voyage и voyage официально два года назад стал мужским ароматом поэтому я думаю что в принципе нравился мужчинам он как унисекс в принципе ничего не мешает ему оставаться унисексом но он заявлен как мужской поэтому есть trd hermes есть вояж и теперь h24 hermes кстати бренд насчитывает около 71 аромата а на данный момент и это наверное даже 71 точно я не посмотрел ну помню что 71 и напомню что 2003 года по 2016 год парфюмером дома был жан-клод элина а уже с 16 года пришла кристина жилье собственно выпускает последние ароматы вот вели она выпускала hermes ветивер ну и конечно же h24 это ее работа вообще в доме hermes есть такая традиция посвящать год чему-либо и вот 20 год они посвятили такому знаете хай-теку инновациям почему 20 потому что аромат должен был бы выйти в двадцатом году в августе но из-за пандемии перенесли релиз и ароматы вы видите на полках только сейчас на вообще для кого этот аромат вообще вся в принципе парфюмеры hermes для тех мужчин ну я не то мужская до линейка для тех мужчин которые знают себе цену для тех мужчин которые любят качество до которые как бы могут спросить за качество выход и терра до аромата очень качественно очень классный на мой взгляд один из самых популярных топовых и сейчас будет 24 тоже я думаю очень классный и популярный друзья давайте немножко поговорим теперь про название почему же ажи 24 потому что с аж много что связано да это буква код дома может так сказать да потому что название hermes с этой большой буквы далее у нас есть слово он да мужчина ну и собственно сам бутик hermes находится в доме 24 и давай теперь про сам аромат поговорим немножко настало время аромата я если честно когда увидел релиз я сразу понял о чем этот будет аромат примерно понимал что он будет похож на терридер мест так и есть он похож он похож на вояж конечно же и он напомнил мне конечно же друзья ароматы кортье декларация что-то вот прям общее есть в этом аромате потому что он для меня получился фужерный свежий растительный зеленый древесный мыши сты и чистый конечно вот деликатный от слова декларация в общем но в духе тех ароматов которые я ранее перечислил на мой взгляд этот аромат будет отлично по отлично подойдет да на лето на осень на весну сейчас у нас конечно же на носу весна и весной этот аромат будет просто шикарен что же стоит в себе этот аромат какими нотами он может похвастаться это конечно же мускатный шалфей это нота нарцисс нарцисс очень редко используют в парфюмерии но здесь она такой я бы сказал малая концентрация это розовое дерево и это склорен нота которая знаете придает такое ему металлическое звучание и немного теплую ноту вообще я прочитал одно источники что якобы это кристина нажили разработал эту ноту на самом деле мало что про нее известно и она действительно вот такая немножко холодная металлическая с теплом многие кто послушал аромат чувствует здесь аромат утюга да когда вот гладишь вещи белье да ты чувствуешь это вот металл и пары что-то здесь такое в нем действительно присутствует и вот это вот но то склорен именно придает аромату такое звучание кристина жиль хотела добавить именно эту нотку так как в мастерской дом эрмес часто попахивает немножко таким чем-то металлическим там часто гладят какие-то вещи да и вот чтобы передать это все аромат она конечно же поместила сюда такую нотку друзья ну конечно же самый главный вопрос от наверное стойкость аромата многие из вас спросят алексей ну скажи нам по стойкости посмотрите тестировал на протяжении двух дней пять часов смело держится аромат это очень классно не два часа не три до а целых пять часов ну и даже может быть пять с половиной шесть но это уже прям совсем тихо тихо на коже то есть надежде аромат себя ведет отлично то есть ну кофта допустим до сих пор мне пахнет не знаю сколько это будет может быть неделю будет пахнуть но пока вот два дня на кофте он сидит это очень конечно круто тестируйте пишите в комментариях насколько держится на вас новый аромат h24 будет интересно послушать может быть кто-то даже скажет 8 часов но пока что самый стойкий который встречал у ирмес это конечно терридер месс ветивер это самый стойкий аромат что касать концентрации здесь туалетная вода и в принципе это классно что туалетная вода а стойкость пять часов обычно туалетной воды ну стойкость три часа что касательно объемов то мы с вами можем наблюдать два объема 50 миллилитров и 100 миллилитров в тестере сейчас стоит самый большой флакон 100 миллилитров также должен быть объем 15 миллилитров для путешествий но он не везде до будет представлен есть здесь еще сменный флакон потому что флакон откручивается и можно будет купить 125 миллилитров сменного флакона сменного блока и залить вот как нарисовано на картинке теперь давайте поговорим про упаковку и флакон дом ирмес забудьте об экологии и упаковка посмотрите выполнена из вторсырья а также можем с вами видеть минималистичный флакон из стекла и алюминия который также легко можно переработать но флаконами кстати порадовал на флаконе справа есть надпись h24 внизу можно увидеть печать дом ирмес на верхней части флакона смотрите алюминиевая вставка и крышка у нас по моему она сделана наполовину из алюминия и наполовину из пластика на крышке красуется логотип дом ирмес и внутри крышки тоже мы можем с вами видеть логотип кстати над флаконом работал филипп муки он разрабатывает различные ювелирные изделия для дома ирмес а также он является автором предыдущих двух флаконов ирмес это тэра дэрмес и вояж давайте теперь поговорим про сам дизайн упаковки что же значит он дизайн упаковки полностью отражает мужскую коллекцию двадцатого года именно такие элементы вы можете увидеть на мужской одежде на мужской коллекции за которой отвечает вероник нишанян она постоянно разрабатывает различные вносит новые оттенки новые ткани для пошива одежды вот этот вот цвет зеленый electric разработала именно она в общем друзья резюмирую хочу сказать что аромат достойный отличный на мой взгляд понравится должен многим мужчинам особенно кто любит такие древесные ароматы но он больше конечно про травянистость про зелень да но тем не менее аромат достойный думаю что будет лучшим ароматом 2021 года возьмет может даже кинуть премии будем надеяться на это потому что ну действительно неплохая работа за последнее время в люксе что друзья огромное спасибо что посмотрели это видео от начала до конца пишите в комментариях как вам аромат если успели затестировать если не успели то бегом магазин тестировать ароматы писать комментариях как он вам не забывайте также подписываться на мой youtube канал если вдруг еще у него не подписан ставить конечно же лайк этому видео уезжать в колокол чтобы не пропускать мои новые ролики друзья помнить что ароматы путешествия времени до новых встреч на моем youtube канале и и Субтитры сделал DimaTorzok